Друзья, всем привет! Это Накаченные Колеса. И сегодня я буду делать обзор на то, на что никто еще не делал обзора, и на то, на что мало кто обращает внимание. Это видео будет из разряда, почему нельзя брать дешевые детали. Я думаю, после этого выпуска вы немножечко задумаетесь, и многие даже поменяют свои решения. Мы поговорим сегодня о автомобильном чемоданчике, так скажем, я называю его тревожный чемоданчик. Многие даже не задумываются, что же лежит в данной сумке, а у некоторых она и отсутствует в автомобиле. А ведь от этой сумки может зависеть сохранность вашего имущества, здоровье ваше и ваших близких. Сегодня поговорим о тревожном чемоданчике. Погнали! Попробуем затушить пищевой содой. Почему эти аптечки стоят 100 рублей? Разбирал его. То есть здесь в этой аптечке вообще ни хрена ничего нет, не получается. И отломал. Если пи***и будут подъедеть... Тут как бы без слов эту часть сломали. Как говорит мой батя, это то, чем козу можно привязывать, но уж точно не машину тягать. Абсолютно все автомобилисты сталкиваются с одной и той же проблемой. Какой бы у них не был автомобиль, им всем приходится периодически менять расходники. Будь то колодки, ремни, фильтры, либо свечи. Все это приходится рано или поздно менять. Но есть детали, которые тоже требуют замены, но неизвестны, когда же нужно это производить. Ведь ни в одном техническом регламенте это не прописано. Я говорю о высоковольтных проводах. Я думаю, ни для кого не секрет, что напряжение, идущее от модуля к свечам, очень высокое. И нужно провести его так, чтобы не было потерь. А если провода будут низкого качества, то это приводит к тому, что их пробивает на корпус. Кроме того, со временем происходит увеличение сопротивления. И высоковольтные провода из-за этого перестают полноценно выполнять свои функции. Двигатель начинает троить, и выскакивает ошибка на панели приборов. И для отечественных автомобилей, а также для самых популярных иномарок, это Hyundai, Kia, Renault, Chevrolet, Deo, Opel, Ford, я рекомендую использовать провода, высоковольтные провода Cargan. Почему именно они? Да потому что в их производстве используются импортные, высокотехнологичные комплектующие материалы, вышедшие на рынок всего лишь год или два назад. А еще нужно учесть, что вся продукция соответствует международному стандарту на высоковольтный кабель и имеет гарантию 2 года. Провода имеют качественно обжатые свечные контакты. Свечной колпачок внутри обработан силиконом, что устраняет прилипание его к свечам и является влагозащитой. При разрезании кабеля видно толстую токопроводящую жилу. Это то, что гарантирует увеличенный ресурс эксплуатации проводов. Помимо высоковольтных проводов в ассортименте Cargan есть еще много приспособлений для автоэлектрики. Поэтому я советую вам перейти в описание под этим видео, найти там ссылку и оценить весь ассортимент. А мы поехали дальше. Прежде чем начну, хочу рассказать о том, что у нас в инстаграме уже 30 тысяч подписчиков. Так что, друзья, если у вас есть инстаграм, обязательно переходите. Вот ссылочку я вот здесь оставляю в описании и вот здесь она высветится. Я в инстаграм буду выкладывать все, что происходит у меня в течение дня, как проходят съемки и еще много чего интересного. Так что, если у вас есть инстаграм, то обязательно подпишитесь вот сюда. Если у вас нету, то никуда не надо подписываться. Оставайтесь здесь и поставьте лайк под видео. Идея создания данного ролика о том, чтобы проверить то, что хранится у нас вот в этой сумке, пришла ко мне после видео, когда мы взрывали газовое оборудование. После того, как мы тушили костер, которыми мы разогревали газовые баллоны, я тушил его для того, чтобы баллон газовый быстрее остыл. И какое было мое удивление, когда я подошел к костру, начал его тушить порошковым огнетушителем, а он, получается, не затушил этот костер. То есть, порошок осыпался, остался на земле и ничего не произошло, а костер как горел, так и горит. И ко мне пришла такая идея. Действительно, надо проверить, что мы возим с собой в багажнике. Ведь в случае чего, если срочно сильно пригодится то, что лежит здесь, то оно может быть просто-напросто бесполезным. И поэтому мы сегодня произведем вскрытие моего ящика. Вы посмотрите на свои ящики и мы проведем сравнение, какие аварийные принадлежности лучше всего держать во своем автомобиле. Поехали смотреть. Итак, здесь лежит все, что требует наша доблестная ГАИ. Это аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки. Огнетушитель я уже положил новый, тем я воспользовался. Это 2-килограммовый порошковый огнетушитель. Трос буксировочный. Ну, блин, об этом, как говорит мой батя, это то, чем козу можно привязывать, но уж точно не машину тягать. Далее, знак аварийной остановки. Очень легкий, ну, видно, что самый дешевый знак аварийной остановки лежит здесь. И жилет, светоотражающий жилет. Вот, буду вот так вести. Во, мне идет? Классно. Все, поехали дальше. И первое, что мы сравним между собой, это автомобильные аптечки. Вот эта аптечка лежала у меня в моем тревожном чемоданчике, в моем багажнике. А вот эта аптечка, купленная в магазине, они стоят 100 рублей. По предположениям, вот такая данная аптечка будет стоить где-то 250-300 рублей. В 2 или в 3 раза дороже, чем вот эта аптечка. Открываем. Так. Ух ты. Как будто шоколадки какие-то. Так. Угу. Угу. Тут как бы без слов. Тут все ясно и все понятно вообще. Даже в принципе без слов. Почему эта аптечка стоит и весит намного больше, и почему эти аптечки стоят 100 рублей. То есть здесь в этой аптечке вообще ни хрена ничего нет, не получается. Я как человек, который работал в магазине, могу сказать вам, что очень много людей берут аптечку, лишь бы она была. Вот. То есть самую дешевую, вообще все, что есть, не знаю, вообще, если бы она стоила там 20 рублей, вообще идеально было бы просто. И то есть, если вы видите, да, что вы, если вы покупаете самую дешевую аптечку, то у вас может просто не хватить даже перевязочного материала. В случае, не дай бог, конечно, но в случае, если он вам реально пригодится. Я думаю, вывод здесь напрашивается сам собой по поводу дешевых или дорогих комплектующих. Следующее, о чем хочется поговорить. Следующее содержимое сумки это знак аварийной остановки. Вы видите, вот какой вот он маленький. Я думаю, в большинстве автомобилей вот лежит вот такой вот знак аварийной остановки. То есть, ну, как можно меньше, как можно дешевле. А если люди покупают, то берут самый дешевый. А зачем? Он же никогда не пригодится мне в жизни. Конечно, не пригодится. Давайте посмотрим, что здесь внутри. Вот так вот он выглядит. Далее, это Асваровский заводской знак аварийной остановки. Асвар поставляет оптику на автоваз. Давайте посмотрим, что тут внутри. Тут, соответственно, по самой упаковке-то чувствуется вес. Во-первых, здесь оцинкованная поверхность. Здесь у нас шире намного вот эти вот отражающие поверхности. Как мы называли раньше, катафоты. Вот так фиксируется. И вот так выставляется данный знак. Одна ножка вперед, другая назад. Данный знак стоит 560 рублей. Конечно, когда вам предложат знак аварийной остановки за 70 рублей, и за 560, вы, естественно, выберете за 70 рублей. Вы никогда в жизни не купите за 560. Нахрена брать такой дорогой, чтобы он просто лежал в багажнике? Ну, типа, для гаишников. Но, по факту, мы получаем кусок говна, который, в случае, когда вы будете раскладывать его, он у вас развалится, поломается, и вы даже не сможете его установить на трассе. Вам придется искать какие-нибудь кирпичи, бревна, я не знаю, что там валяется на трассе. Вот такой знак аварийной остановки уже не сдует. Ни фура, ни ветер. С ним ничего не произойдет, и его видно будет намного дальше. Давайте проведем испытание этих двух разных знаков. Выйдем на трассу и увидим дальность отражения дешевого и дорогого знака аварийной остановки. Субтитры сделал DimaTorzok Конечно, я не призываю вас покупать вот такие дорогие знаки, потому что есть еще знаки и за 700 рублей, и за 1000 рублей. Там они будут намного массивнее, намного основательнее. Но и не стоит покупать самые дешевые, потому что самые дешевые, как вы видите, они вам ничем не помогут. Далее, буксировочный трос. Я уже высказывался по поводу вот этого буксировочного троса. Давайте я его открою. Я, когда первый раз его увидел, я думал, он вот такой толстый. Оказывается, он еще сложен в два раза, и то есть он совсем вот такой тоненький. Когда меня попросили однажды дотащить человека на буксировочном тросе, ну просто попросили, вот давай, дерни меня, там мне надо довезти, там буквально недалеко. И дали мне вот такой подобный трос. Они бывают еще с флагами, там еще какие-то там такие, с американскими или русскими флагами. То я сказал, говорю, нет, 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 такой не пойдет. И благо у меня в машине всегда, у меня есть хороший трос, за который мы привязали автомобиль и довезли нормально. Но вот этот трос мы бы даже, мне кажется, одного раза не вытянули. Просто здесь достаточно одного рывка для того, чтобы оторвать его. Оторвать либо вот здесь, либо разогнется крючок, либо он просто вот так, просто-напросто порвется. Кстати, здесь заявлено, что он выдержит 3,5 тонны. Я думаю, надо будет проверить. Продолжение следует... Хороший трос, вот данный трос, это стропа грузового парашюта. То есть он выдерживает вот этот вот трос 5 тонн. И здесь уже чувствуется, во-первых, вязка у него очень плотная. И он действительно выдержит 5 тонн. Тут даже, мне кажется, сравнивать не надо. Посмотрите, здесь какая прошивка мощная. Если сравнить здесь, то тут вообще... Ну и вот такой трос. Вот такой трос выдержит 8 тонн. И здесь уже как бы видно солидность вот такая. Крючки, посмотрите, какие мощные. Реально, 8 тонны. Прошивка здесь. И сам по себе трос вот такой толстый. Это действительно вот с стропа грузового парашюта каждый трос выдерживает 8 тонн. Вот этот уже выдержит он все, что угодно. И уазики тянуть с любой грязи. Короче, если вы любители полазить по говну, то вот это для вас. Простите, пожалуйста, не по говну, а по грязи. Конечно, буксировочный трос. Он не обязательен в списке того, что вы должны иметь при себе, когда вы двигаетесь по дорогам общего пользования. Но трос буксировочный может пригодиться вам. В случае, если вы действительно застряли или кто-то другой застрял, то он может пригодиться. Всегда держите в себя трос в багажнике. Он не помешает, много места не займет, но иногда он может вам пригодиться. И далее на сладкое я оставил вот такие вот огнетушители. Но огнетушитель это самая нужная вещь, потому что если он вам, не дай бог, пригодится, то, блин, без него никак. И здесь тоже я хочу сравнить несколько разных огнетушителей. Вот такой огнетушитель 2-килограммовый, 100-рублевый, так скажем. Он стоит реально 100 рублей. Ну и как же не сравнить между собой огнетушитель кислотный, углекислотный. Вот такой вот большой 3-килограммовый огнетушитель углекислотный. Мы их сегодня сравним между собой. Вот такой огнетушитель, который, блин, очень часто просят некоторые любители сэкономить. Данный огнетушитель стоит 100 рублей. И говорит, да ладно, лишь бы что-то было, лишь бы что-то лежало в багажнике. Ой, друзья, друзья. Блин, я не понимаю логику вот этих людей, которые покупают вот такие огнетушители, которые лишь бы были. Ну, у вас в жизни, что ли, никогда ничего не случалось? Я не знаю, как вообще объяснить мотивацию этих людей, которые покупают и ложат себе в автомобиль вот такие огнетушители. Я сейчас вообще покажу, что это такое. То есть обычный огнетушитель, он здесь с манометром под давлением. Он находится под давлением. Вот такой огнетушитель пластиковый, он не под давлением. Там должен быть специальный баллончик с углекислым газом, который мы пробиваем. Он наполняет давлением, мы переворачиваем, и он просто высвобождает порошок, который там внутри есть. Но за 100 рублей, покупая вот такой огнетушитель и ложа его, ложа, положив его в багажник, вы получаете вот такую хрень. Там вот порошочек. Вот что вы получаете вместо огнетушителя. То есть вот такой вот просто сосуд пластиковый, в котором есть немного порошка. И вот здесь вот должна быть баллончик с СО2, ну, с углекислым газом. Вот такой баллончик, я его приобрел в магазине в рыболовном, там продаются... Этот баллончик используется для пневмопистолетов. Ну, то есть он по размеру подходит вот сюда. То есть я его должен сейчас вот сюда до конца забить, там металлическая игла. И когда я, в момент, когда я должен буду его использовать, я просто пробиваю этот баллончик, и, соответственно, порошок высвобождается. Вот я хочу его и проверить. Когда я закручиваю его, закручиваю до конца. Вы видите, да? Что происходит. То есть в момент, когда я активирую данный баллончик, давление пойдет через все щели. И вряд ли она будет идти прямо через это отверстие. Она, скорее всего, пойдет отсюда. И то есть этот огнетушитель вам не поможет. Мне кажется, данным огнетушителя можно сделать только вот так. Открыть его и посыпать на костер вот так вот. Ну, и следующий вид огнетушителей, который более дорогой. Вряд ли кто-то использует у себя в автомобиле углекислотные огнетушители. Но это самые эффективные огнетушители. Если данные огнетушители порошковые, то есть они как тушат? Они создают облако тумана. Туман не проводит тепло. Он забирает это тепло. И как бы не дает кислороду пройти к очагу огня. То вот этот огнетушитель, он рассеивает вокруг огня облако углекислого газа. Кислорода не хватает. То есть нет окислителя для огня. И, соответственно, огонь тухнет. И я хочу проверить все три этих огнетушителя. Для этого нам нужно разжечь костер и проверить, как будут тушить данные огнетушители. У нас будет три костра. Я знаю, что сейчас многие напишут, что нужно было бы там закинуть проводов, закинуть пластика, либо обшивку. Но у дров, у них температура теплоотдачи намного выше, чем у проводов. И тем более я не смог бы закинуть целую кучу вот таких проводов, чтобы они горели. То есть сами по себе провода очень быстро бы потухли. А мы имитируем, то есть большую температуру сейчас. Вот, что мы сейчас и попробуем воссоздать. Так, первый испытуемый у нас порошковый огнетушитель двухкилограммовый. Снимаем пломбу. Как вы видите, пломбу с чуку выдергаем. Видите, как все сбросают. Вот с этого расстояния мы будем тушить все костры. Три, два, один. Охидеть. У нас вот такой огнетушитель. По инструкции я должен его перевернуть. Вот так перевернуть. Направить в сторону огня. И ударить его один. Выбывается, страшно, сука. Ха-ха-ха. Все. Теперь попробуем углекислотный огнетушитель. Это тот самый огнетушитель, которым тушит пожарный у нас. Здесь чека просто снимается. Теперь попробую направить его в сторону огня. Попробуйте вот такой маленький кухонный. Если кто-нибудь поможет, а то может быть он будет лучше всего. Попробуем затушить пищевой содой. Сода при сгорании выделяет углекислый газ. Попробуем, насколько сода сможет затушить пожар. Давай. Короче, мы потушили костры. Уже потушили мы водой. Но осталось здесь немножечко, вот она здесь горит. Попробуем и сблизи уже потушить еще одним порошком магнетушителем. Получится или не получится? В общем, пробуем. Слушай, мы еще по-пионерски не тушили. Не точно. Пойдем по-пионерски тушитель. Ты будешь? Пойдем. Я, честно сказать, не понимаю спрос на дешевые товары, которые отвечают за вашу безопасность. И нужно понять для себя, для чего вы это покупаете? Для чего вы покупаете 100-рублевые аптечки? Для чего вы покупаете дешевые тросы или знаки аварийной остановки? То есть, это очень сильно влияет на вашу небезопасность. А вот этот огнетушитель 100-рублевый, вообще непонятно, как им пользоваться. Он начинает набухать, непонятно, то ли он взорвется сейчас у тебя в руках, то ли вообще что с ним произойдет. То есть, если вы считаете, что ваша жизнь, ваша безопасность стоит 100 рублей, то продолжайте в том же духе и живите так. Но в случае чего вам вот это все не поможет. Если честно, смысла от дешевых товаров, которые отвечают за вашу безопасность, я вообще не вижу. Если только это все для галочки, я вообще не понимаю, для чего это все нужно. Ну что, друзья, вам самим выбирать, как вам себя обезопасить дешевыми товарами или товарами, которые будут работать. Так что, безопасность ваша зависит только от вас. Пишите комментарии. Самый лучший комментарий, который наберет больше всех лайков, получит подарок от меня. А сейчас мы разберемся, кто же получит приз у нас с предыдущих роликов. Какой же комментарий набрал больше всех лайков? Мы договорились, что тот человек, который набрал больше всех лайков в комментариях, получит вот такую от меня наклейку. И под видео, которое было больше недели назад, написал доброжелатель. Он набрал 841 лайк. Он написал идею ролика с форсунками. Он получает вот такую наклейку. Очень многие писали, что наклейка типа копеечная. Нет, наклейка не копеечная. Она стоит порядка 200 рублей только на один материал. И плюс я ее своими руками сам выбирал для того, чтобы вот такую сделать, вот такую штуку. Плюс вот эту монтажку сам приклеил. Так что, эта наклейка сделана моими руками. И еще под одним роликом, который был о контрафактных деталях, больше всех лайков набрал комментарий, который оставил пользователь как вариант. Он написал, что скоро бабы будут контрафактные. Он набрал 247 лайков. И как вариант тоже получает данную наклейку. Под предыдущим роликом выиграл Team for Drift. Он уже мне отписал. Он живет в Польше. И я скоро ему в Польшу отправлю вот эту данную наклейку. Он сказал, что да, отлично присылай. Ему очень интересно, что ему будет такой подарок. Так что пишите комментарии. Чей комментарий больше всех получает лайк, получает приз. Все, простые правила. Ну, а мы поехали дальше. Вот такие были сегодня тесты. Обязательно поставьте лайк под этим видео. Это очень важно. И обязательно отправьте видео в какой-нибудь соцсети своему другу. На этом все. Вынужден с вами попрощаться. Будьте добри на дорогах. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok